Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вчера я снимал видео о том, что семья Захаровых потребовала от Ефрема 40 миллионов рублей компенсации. Московский комсомолец об этом написал. Я со ссылкой на московский комсомолец снял, соответственно, видео. И, как и ожидалось, ближе к вечеру Добровинский, адвокат потерпевших, опроверг эту информацию. У меня есть приписка у всех видео. Однако, многие написали, что московский комсомолец и Гусев не соблюдают никакой этики уже давно и так далее. Но ближе еще к вечеру, около 9 часов, информационное агентство ТАСС, а я думаю, что тут под сомнение не стоит ставить степень чистоты этого информационного агентства, одного из старейших информационных агентств. 20.53 на 11 число вчера вечером опубликовал информацию именно о том, что адвокат Ефремова, Эльман Пашаев, подтвердил, что потерпевшие подали иски к артисту почти на 40 миллионов рублей. Поэтому я актуализировал эту информацию и здесь сделал приписку. Сразу сказал, что Добровинский назвал это провокацией. Но тем не менее, я могу об этом говорить. Почему? Потому что многие из вас написали нелицеприятные такие очень обращения в адрес семьи Захаровых. Я все-таки прошу тоже как-то воздерживаться, придерживаться, так скажем. Вы знаете, когда мы кого-то осуждаем, как мне кажется, не стоит, например, кто-то осуждает другого человека в оскорблении. Никогда не надо осуждать его, оскорбляя. Получается, вы вставите на одну ступень с этим человеком, да, то есть вы оскорбляете его. Вы, как бы, говорите, он оскорбляет других, оскорбляя его же, да, ну а чем бы тогда лучше? Поэтому в данном случае как-то, мне кажется, стоит, ну, более деликатно. Я понимаю чувства всех и у меня, в принципе, они схожие, но выражать мысли, это же публичное пространство у нас с вами. Значит, для меня это принципиальную важность имеет вопрос, почему? Потому что мне вчера написали, а если вот будет опровержение, а вы вот снимете или не снимете, намекая на то, что я снимаю только громкие заголовки, что вот 40 миллионов рублей потребовали и так далее. Нет, я снял опровержение, что Добровинский опроверг, я приписал везде, но информационное агентство ТАСС ссылается на Альмана Пашая. Вот теперь пусть он и опровергает, если это неправда. Значит, что пишет информационное агентство ТАСС? Адвокат Ефремов заявил, что потерпевший подали иске картической партии на 40 миллионов рублей. Значит, однако адвокат потерпевших Добровинский опроверг эти сведения, назвав их провокацией. Тем не менее, мы ссылаемся здесь на адвоката, уже не на просто московском комсомолите, на какие-то неосведомленные источники, а, значит, точнее, осведомленные источники, простите, а на непосредственно Альмана Пашаева. Вот ТАСС что публикует. Потерпевший подел, артист Михаил Ефремов, заявили иске картической партии на сумму порядка 40 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев. Вот и все. Да, они заявили иске, аппетиты у них немаленькие, говорит Эльман Пашаев. Речь идет о порядке 40 миллионов рублей, отметив, что не уверен в согласии суда с такой высокой суммой исковых требований. Пашаев также добавил, что Ефремов еще не успел ознакомиться со всем объемом материалов своего дела. Ранее источник ТАСС, ТАСС в свою очередь публикует, знакомая с ситуацией, заявил, что речь идет о сумме исковых требований в объеме, в кавычках, более миллиона рублей. Вот так. В свою очередь адвокат потерпевших, еще раз скажу, Александр Добровинский, проверил сведения об исковых потребований в 40 миллионов рублей, назвав их провокацией. Верить кому? Ваш выбор, но тем не менее, моя совесть чиста, ибо я опубликовал и опровержение, и в данном случае полное моральное право, имея опубликовать эту информацию, ибо это ссылка на адвоката обвиняемого. С вами был Будда Гришна, ребята. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Всем пока, до встречи.